Дело в том, что мужчина пропадает из вашей жизни, во-первых, когда? Когда чувствует давление на себя, чувствует увеличение ответственности, то есть вот мужчина, он с вами, вот, мужчина вроде бы с вами встречается, вроде бы он с вами в каких-то отношениях находится, вот, но, но, как только вы сближаетесь с ним до такого момента, до такого уровня, что ему становится, например, некомфортно, как только это происходит, то я полагаю, что он тут же, он тут же дает задний ход, и это, к сожалению, вот нормально, совершенно, потому что мужчина так поступает именно по той довольно простой причине, что его, значит, ситуация с вами полностью устраивает. Ему нравится быть с вами в отношениях, ему нравится, как вы ведете себя в этих отношениях, ему нравится, как вы себя позиционируете, понимаете, ему все вот это очень, очень и очень нравится, но, когда вы говорите ему, дорогой, как бы, давай, может быть, уже мы с тобой более серьезно будем, да, общаться, более серьезно взаимодействовать, он говорит, нет, я не буду, я не хочу, ну, как бы, трансмирует вам, он не прямо это говорит ко мне, потому что мужчина не дурает, но он понимает, что если он вам скажет, например, такую вещь, что он не готов, допустим, к серьезным отношениям, то вы его, скорее всего, посетите и скажете, ну, а если, если ты не готов, то, как, отменяться тогда-тогда, чего хочешь, да, вот, это же вполне логично, да, вполне правильная позиция здесь, вот, поэтому мужчина, он не хочет, чтобы вы его заподозрили в чем-то таком, он не хочет вам как-то прямо в этом признаваться, мужчине это невыгодно, мужчина этого опасается, потому что вы ему удобны, вот, и, соответственно, отсюда и возникает его такое поведение, поведение, что он, когда ему хочется, он, значит, что делает, когда ему хочется, он с вами в отношениях находится, и появляется он тогда, когда ему удобно, и это, к сожалению, говорит о том, что он, мужчина, то есть, не заинтересован в, вас, он не заинтересован в том, чтобы быть с вами, именно, в отношениях, он может быть заинтересован в том, чтобы ему было удобно, он может быть заинтересован в том, чтобы ему было хорошо, это да, он может быть в этом заинтересован, Но он не заинтересован в том, чтобы именно вам было хорошо Он ориентирован на себя Именно поэтому он и не слушает вас, когда вы говорите ему о том, чтобы расставаться Потому что расставаться ему не выгодно И именно потому что ему не выгодно расставаться, он делает вид, что вас не слышит Потому что он его окрасывает Вы же в нем нуждаетесь, по его мнению Он же вам нужен, по его мнению, пока что Ну и соответственно, о каком тогда расставании идет речь Это мужчина эгоист Это мужчина, который не думает даже о женщине И чтобы ситуацию поменять, чтобы ситуацию изменить Я бы вам рекомендовал сделать следующее Во-первых, перестать оперировать словами По отношению к мужчине это не имеет сколько-нибудь важного значения Мужчины, они, значит, не слушают женщину Ну вот, такие мужчины, как ваши Они понимают только язык действий Они понимают только язык поступков И вам, если вы хотите, чтобы вас мужчина услышал Нужно именно поступать То есть Не говорить что-то Не надеяться, что он вас услышит Мужчина А именно поступать самому Как? Ну, первое, что нужно сделать Это, пожалуй, дать понять мужчине, что он не единственный В вашей жизни То есть вам нужно рассредоточить свое внимание И время С одного человека То есть с этого мужчины На неопределенное количество людей Ну, давайте не будем говорить Там неопределенное количество Давайте скажем так Пять-шесть мужчин Пять-шесть ухажеров Да, у вас должно быть Чтобы была конкуренция Раз У вас Значит И Чтобы вы Могли выбирать Это два Потому что Пока Пока Я не вижу у вас Вот Этого вот признака Признак того, что вы можете выбирать Признак того, что у вас У вас есть из чего выбирать Вот я не вижу пока Этих проявлений К сожалению У вас То есть я вижу, да, что вы вроде бы Вы переживаете по поводу мужчины Вам Вам Неприятно, что он вот так вот Поступает Вам Неприятно, что он вот Так себя ведет Да, я понимаю Это понятно Это понятно Что Вам неприятно Что он так себя ведет Но Так Давайте подумаем А он ведет себя так Собственно По чему Вообще Чтобы ему удобно Да Вот А Чтобы ему не было удобно Что нужно сделать Чтобы ему не было удобно Нужно задеть его мужское самолюбие Просто задеть его мужское самолюбие Вам нужно И все И тогда Мужчина Так Ходит свое истинное лицо Захотел, например Вернуться Да Пожалуйста Возвращайся Только Не уделяйся Что я Я пойду С другим мужчиной Например Не слышишь меня Хорошо Я тоже не буду тебя слышать Я тоже не буду прислушиваться К тебе К твоим желаниям И так далее А Зачем Зачем мне это делать Если ты ее не слышишь И вот здесь Мужчина Проявит Своё Истое лицо Либо он начнет У вас Спрашивать Что произошло Что случилось С вами Да То есть Почему вы так себя ведете Он начнет спрашивать Либо он проявит Безразличие И В первом случае Поведение Поведение Человек Означает Что Он просто запутался Ну Такое бывает Такое бывает А во втором случае это означает, что мужчина просто не ваш человек, и он никогда не думал о вас, и он думал только о себе. И вам тогда уже будет легче принять решение относительно того, что вы будете делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.